Явная война. Гибнут люди. А где проходит линия фронта и кто этот враг? Терроризм. Только вместе мы сможем противостоять этому злу. Чтобы у него не было будущего. Январь 2013-го. Веденский район Чечни. К району селения Элистанжи стягиваются силы спецподразделений. Только что стало известно. Где-то здесь, в окрестностях села, укрылась бандгруппа братьев Гакаевых. Террористов, за которыми числятся десятки преступлений. Взрывы, убийства мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Мы ездили подряд 5 суток на поимку. Информация появлялась и тут же исчезалась. Часами, сутками, можно сказать, вслепую ходили. Место было определено, а выявить не могли. И уже на седьмой или на шестой день определили квадрат. Утром 23 января получена оперативная информация. Отряд боевиков был замечен в 8 километрах юго-западнее Элистанжи. Начинается подготовка к спецоперации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они, те самые хищники, на которых ведется охота. Хусейн и Муслим Гакаевы. Почему бандиты так любят позировать перед видеокамерами в роли таких хозяев жизни с оружием в руках? Но, как правило, это посмертные бенефисы. Финал у всех один трагический. Несколько секунд в криминальной хронике и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этих террористов глава Чечни Рамзан Кадыров считал своими личными врагами. С начала 2000-х Гакаевы терроризировали жителей своего родного села Элистанжи. Вымогали у людей ежемесячную дань на содержание банды. В ночь на 30 августа 2003-го в селение вторглись более 40 боевиков. Врывались в дома, поливи из автоматов и грабили. В ту ночь преступники на глазах у собственной семьи расстреляли муфтия Веденского района Шеймана Мадагова. Банда Гакаева, она, братьев Гакаевых, та еще нечесть была. Вот они ничем не брезговали. И угрозами, и шантажом, и убийством. И убивали даже. И на глазах у людей убивали специально, чтобы устрашить людей. Было такое тоже. Летом и осенью 2009-го в Чечне число террористических актов, совершенных смертниками, резко возросло. Следы всех терактов привели к братьям Гакаевым. Позже выяснится, они лично подготовили 27 живых бомб, поставив производство смертников на поток. В августе 2010-го отряд Гакаевых совершил нападение на родовое село Рамзана Кадырова Центарой. Погибли 7 человек, 24 получили ранения. Тогда за информацию о Гакаевых было назначено вознаграждение в 10 миллионов рублей. Кольцо вокруг банды Гакаевых сжималось все теснее. Но сами они каждый раз ускользали от возмездия. 17 июня 2012 года. Ингушетия. Рано утром в селении Экажила прогремело два взрыва. Мишенью террористов стал командир республиканского ОМОНа Хусейн Талдиир. Когда его уазик выезжал из двора дома, сработали два взрывных устройства, заложенные на обочине. Лишь по счастливой случайности полковник полиции не пострадал. Небольшие повреждения получил бронированный автомобиль. При втором взрыве уазик задел боковую часть. Вот мы сейчас его отремонтировали. Вот он сейчас на службе стоит, этот уазик. Все обошлось. Попыток покушения больше не было. Но в 2014-м в руки командира ингушского ОМОНа попала любопытная видеозапись. На пленке то самое покушение двухлетней давности. Ролик сам снимается с расстояния где-то 800 метров. Потом мы установили, откуда он снимался. И угол зрения их обманул на секунды, на две. Уазик немножко проскочил, он заднюю сторону его только задел. А в последующем, как только он отскочил, второй взрыв они не сняли. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего через год, 27 августа 2013 года, Ингушетию потряс еще более дерзкий теракт. Недалеко от селения Нижняя Очелуки бандиты совершили покушение на секретаря Совета безопасности республики Ахмеда Катиева. Машину чиновника преступники поджидали на трассе Молгобек-Назрань. В тот момент, когда автомобиль сбросил скорость возле лежачего полицейского, неизвестные открыли огонь из автомата. Водитель погиб на месте. Катиев скончался по дороге в больницу. Юнусбек Евкуров, временно исполняющий обязанности главы Ингушетии, сразу заявил, что убийство Катиева связано с его профессиональной деятельностью. Последнее время тот вел активную работу по возвращению боевиков к мирной жизни. За это террористы не раз угрожали ему расправой. Как и в случае с покушением на Хусейна Талдиева, следы преступления привели к так называемой Молгобекской группировке. Час расплаты наступил 24 мая 2014-го. Месть? Нет. Правосудие – час расплаты. Так должно быть по всем человеческим законам. Террористам нет места в обществе. И так будет со всеми, кто нарушит эти законы. Дикие звери не должны жить среди людей. Молгобекский район Ингушетии. Село Сагапши. Кадры оперативной съемки – одно из самых знаковых операций по уничтожению боевиков. Непосредственно захват и нейтрализацию данного лица проводили сотрудники ФСБ. Мы стояли на оцеплении. Мы же не знаем, сколько их, где, как, по крайней мере. Чтобы не было прорыва, и чтобы наши сотрудники, которые выполняют задачу, могли спокойно работать. Выйди из домовладения с поднятыми руками! Вести переговоры с боевиками было поручено местному участковому. Но предложение сложить оружие заглушили выстрелы, раздавшиеся из дома. Была сложная спецоперация, поскольку достаточно много людей находилось в адресе. И очень много в адресе находилось оружия. Потому что спустя несколько дней, когда уже все следственные мероприятия были завершены, там было обнаружено порядка 6-7 единиц только автоматического оружия, автоматы, пулеметы. Кроме этого были и гранаты, и рычатка. То есть арсенал того, что могло примениться против сотрудников проходительных органов, был достаточно серьезным. Ответным огнем спецназовцы уничтожили бандитов. Под обломками здания нашли тела семерых человек. Двое из них хозяева дома. Остальных пятерых опознали по отпечаткам пальцев. Все они оказались участниками молгобедской группировки. Здесь же был и ее главарь. Артур Гатагашев, известный как Абдуллах. Он был обычным водителем, пособником, который возил их, он помогал им, снабжал оружием, подприпасами, лекарствами. Со временем, поскольку большинство, скажем так, подполья территории республики было нейтрализовано, он вышел уже на передний край. Скажем, это... И с 2013 года, в прошлом году, он был назначен Дукумаровым, как бы, руководителем подполья Ингушетии. Ну, из его биографии можно сказать о том, что это был наркозависимый человек. То есть, установлены факты его употребления наркотического средства героин. Это подтверждают и его родственники. Убийство и рэкет, посягательство на жизнь полицейских и подготовка террористов-смертников. На счету банды Гатагашева более 30 самых резонансных в Ингушетии преступлений последних лет. 18 августа 2012 года возле подъезда жилого дома преступники расстреляли 26-летнего лейтенанта полиции Елеза Каригова. Участковый Каригов попал под прицел террористов из Молгобекской группировки за то, что собирал на них компромат. Он работал с человеком, недавно вернувшимся из банды Гатагашева. Местные жители неоднократно видели их в одной машине. Но самое вероломное преступление произошло на похоронах Каригова. В момент прощания с погибшим в толпе раздался взрыв. Бомбу мощностью 10 килограммов тротилово на эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Погибли 8 полицейских, 15 человек получили ранения. День похорон совпал с мусульманским праздником, но даже это не остановило Гатагашева, организовавшего этот теракт. Подошел человек и взорвался, и он прямо на похоронах. Что, кстати говоря, по меркам местного менталитета никакие рамки не укладываются, потому что похороны на Кавказе это святое. Ну, по всей видимости, ничего святого у этих людей не было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренировочная база спецподразделения «Зубр». Здесь готовят тех, кто способен профессионально и жестко противостоять оскалившимся террористам. Высокий уровень моральной, психологической, физической и боевой подготовки. Бойцы спецназа. Это их мы видим на кадрах оперативных съемок в полной боевой готовности. Это они в горах, часами лежат в засадах, штурмуют бандитские бункеры, освобождают заложников, спасают детей и стариков. Элита, это спецназ. Эти мужики, они рискуют жизнью ради других. Они рискуют жизнью ради, не то что других, ради своих детей, можно сказать. Если они сегодня не наведут порядок в нашей стране, завтра будет жить тяжелее и нашим детям, и родителям, и всем. Мы не видим их лиц. Они скрыты за масками. Они почти всегда к нам спиной, потому что, защищая нас, смотрят в глаза смерти. И первыми принимают огонь на себя. Вот вы заходите в дом, и оттуда огонь на поражение, да, начинает вас глядь из автоматического оружия. Это просто мгновение. Вот это, буквально, вот это время, которое все это происходит, вся жизнь за буквально считанные секунды промелькает в глазах все то, что ты делал. Но проходит все это все, переводом где-то что-то рисковать, это работа такая. Ну, я такую работу вырую, я окажусь своей работой. Хладнокровие, устойчивая психика, отменное здоровье, выносливость и только потом, самоотверженность и отвага. Таков портрет бойца любого спецподразделения. Здесь, в короткие промежутки между командировками, они оттачивают свое мастерство до высшего уровня, если хотите, до автоматизма. Работают в режиме реальной боевой операции, понимая, там права на ошибку ни у кого не будет. Там любая прошлость может стоить шесть лет. Люди нарабатывают, они понимают свой каждый шаг, они чувствуют друг друга, они понимают друг друга с полувзгляда, то есть они знают, что будет делать первый номер, второй, что делает третий номер, кто куда смотрит, кто какие действия делает, что предпринимает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альфа. Вымпел, СОБР, ОМОН, бойцы спецназа. У них единая цель – избавить землю от терроризма. Сложно? Да. Опасно? Безусловно. Их подвиги широко не афишируются, но парни совершают их каждый день, рискуя своей жизнью. Ради нашего будущего. 23 января 2013-го. Банда боевиков Гакаевых окружена в окрестностях чеченского села Элистанжи. После нескольких минут скоротечного боя несколько бандитов уничтожены. Но главарям удается скрыться в лесу. Район операции блокирован. Утром их поиск возобновится. Обычно голодон дозор, когда натыкается на противник, он дает нам знаки. Обычно не по голосу, а руками уже поднятый кулак, верш там. Вот уже потом группа рассачивается и ведет бой. На рассвете круг оцепления начнет постепенно сжиматься. Вот первая находка – блиндаж, брошенный боевиками. Сразу видно – они отходили в спешке. Среди разбросов. Постоянно врага, как говорится, надо изучать. Мы, конечно, всегда их изучаем, как они себя ведут. Там, в любой ситуации. Бойцы передвигаются небольшими группами под прикрытием. Это результат изучения вражеской тактики. Любой спецназовец знает – бандиты избегают прямого боя и всегда стреляют в спину. Даже в лесу или в горах. Всегда из-под течка вот все наши ребята, которые были убиты этими людьми. Все практически были убиты из-за угла, можно сказать. Очень трусливая тактика у людей. В решающем бою под арестанши банда террористов Гакаевых ликвидирована полностью. Все 12 человек вместе с главарями. Но и потери сбежать не удалось. Во время спецоперации был смертельно ранен сотрудник полиции. Да, человек уже, ну, человек как уже при выборе профессии уже знает, на что он идет. Службы-то бывают разные, бывает там, если такая профессия родину защищает, и когда идешь на такую работу, я думаю, каждый осознает, на что он идет. Поэтому каждый раз при выезде думать там о каких-то деталях, опасно, не опасно, это в голову не приходит. Эти скупые на слова мужики называют друг друга братишка. Семья и боевое братство. Вот что они чтят превыше всего. В этом их сила. Но они никогда не позволят себе недооценить силу противника. У них тоже есть инструкторы, из которых проходит обучение за границей, понимаете? То есть смотреть не за официальный инструктор, а смотреть по интернету, по сайтам, которые у них лагерят, их обеспечения, их подрывники, их психологи, понимаете? Просто мы в законе, а они нет. Настоящий спецназовец не питает иллюзий насчет своей неуязвимости. Не делит операции на сложные и простые. Он живет одним днем, точнее, одной минутой. Ведь именно она может стать последней в его жизни. Сынам такого отца это гордость. Я очень сильно горжусь им, потому что не каждый человек на пояс упил. Когда отец Сармата, Саслан Багаев, в первый раз стал кавалером Ордена Мужества, мальчику не исполнилось еще и года. О подвиге папы он узнал 6 лет спустя. Тогда первоклассника принял решение стать военным. Конечно, я была против. Я не очень хотела, чтобы он шел по стопам отца. Ну, ребенок выбрал, я согласилась. Он всегда говорил, я хочу быть генералом. 6 апреля 1997 года. В тот день Саслану Багаеву бойцу Владикавказского ОМОНа полагался заслуженный выходной. Он до сих пор не может объяснить, почему все-таки отправился на службу. Все тихо, спокойно, и вот ближе к вечеру подняли нас по тревогу. Задача была поставлена непосредственно только практически на месте, ну, километра за два. Нам уже объясняли, что взяты заложники и объяснили, что среди них ребенок. Это мальчик лет 10-11. Бандиты держали шестерых заложников в районе карьера Кавказ-Доломит под Владикавказом. За их жизнь требовали выгод. В конечном итоге заложники были освобождены. Ни на одном, ни на царапины. Все нормально. Мы их усадили в коробку, в борт, в лоте. Во время отхода группы под прикрытием БТР террористы открыли шквальный огонь. С той стороны, откуда ОМОНовцы нападения совершенно не ожидали. И первая же, как говорится, пуля зацепила меня. ОМОН это родной для меня. Это что родной, наверное? Может, и ближе, наверное, нет. И каждый же мог из ребят получить ранение. Они, несмотря ни на что, они меня под огнем перевязывали, перебинтовали. Несколько операций, реанимация и приговор врачей. Сослан никогда не сможет передвигаться самостоятельно. Задет позвоночник. Он все равно вставал на ноги. Мы идем. Вот он все равно даже упадет, но он встает, идет. Ну, вот благодаря своей силе, своей воле мы стали ходить. Хотя нам говорили, что он никогда не будет ходить. Долгие месяцы реабилитации в московских клиниках. И, пожалуй, был самый трудный бой для ОМОНовца за полноценную жизнь на гражданке. Его надежной поддержкой стали семья и сослуживцы. Мы в поезде, когда подъезжали уже к Владикавказу, на вокзал подъезжаем, и вот весь ОМОН стоит. То есть, знаете, как это, наверное, не передать. На руках нас сняли оттуда. В 97-м году в один миг рухнули все мечты об успешной военной карьере. В ОМОН он пришел по призванию, сразу после армии, а в 24 года уже ушел на пенсию по инвалидности. Но в 2010 году судьба снова решила испытать бывшего ОМОНовца на прочность и снова наградить. Лето 2010-го. Владикавказ. Улица Московская. На улице жара. Во дворе собрались соседи с детьми из всех окрестных домов. Неожиданно среди людей появился мужчина с гранатой в руке. Угрожая бросить ее в толпу, он выдернул чеку. Времени на раздумье у проходившего мимо Сослана было не более пары секунд. Выхватив у преступника гранату, Багаев бросился в сторону. Я успел забежать за машину. Это буквально метра три, наверное. И прижал ее левой рукой к гранату, к ноге. Все, что я успел, кидать ее было некуда. Вокруг были люди. И прогремел взрыв. Это все, что я успел сделать. Все, что успел сделать бывший омоновец Сослан, спасти жизнь в 80 человек. А сам в тяжелейшем состоянии снова оказался в больнице. Я туда побежала сразу. Сказали, что он в коме. Гарантию жить, что он будет, вообще сказали нет. привезли какого-то профессора с Беслана, и он сказал, доченька, что я тебе, говорит, могу сказать, из тысячи один процентов. Привезли еще одного военного врача, он мне тоже так же сказал, я много видел в жизни раненых, но такого. Я, говорит, тебе не могу ничего сказать тоже. А я вот почему-то думала, что вот мне сердце подсказывало мое, что он будет жить. Очень скоро на кителе Сослана Багаева прибавится еще один орден мужества. Больше всех отцовскими наградами гордится старший сын. Сармату Уше-17. Я действительно откровенно ни о чем не жалею. И не было никогда. Это ничего не изменило, в принципе. Но единственное, что, наверное, это как каждый солдат мечтает стать генералом, наверное, но вот ручиться не успел. Январь 2014-го. Дагестанский поселок Семендер. В этом доме за высоким кирпичным забором забаррикадировалась группа боевиков. Накануне вечером они совершили нападение на развлекательный комплекс в самом центре Махачкалы. Бандиты выстрелили в здание ресторана из гранатомета. Когда на место происшествия приехали полицейские, сработало мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Обошлось без погибших. Однако 16 человек получили ранения различной степени тяжести. на этих кадрах видно, как 30-летняя Аминат Магомед Бекова с тремя детьми выходит из блокированного дома. Бандиты отпустили их на рассвете после долгих переговоров с представителями власти. Осознает ли она, что обязана жизнью своих малышей тем бойцам, которые сейчас за кадром? Еще две попытки прорыва и несколько боевиков уничтожены. В конце концов бандитскую крепость пришлось брать штурмом. В ход пошла тяжелая бронетехника и гранатометы. Очередная диверсионно-террористическая группа нейтрализована. Шесть боевиков во главе со своим предводителем. 24-летний Махмуд Алиев по прозвищу Мурат Бомж успел пробыть главарем этой махачкалинской бандгруппы всего три дня. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Отсидел два с половиной года за изнасилование. А потом снова попал в федеральный розыск за незаконное хранение оружия, убийство и подрывы магазинов. Среди уничтоженных на Краснодарской улице боевиков и потенциальная террористка-смертница. Именно на эту роль готовили вдову одного из ликвидированных ранее боевиков. 26-летнюю Заиру Алиеву. По данным Национального антитеррористического комитета, близкую подругу Наиды Осиялов. То и самой, что устроила самоподрыв в Волгоградском автобусе осенью 2013 года. Ликвидировать террористы ради спасения десятков или сотен невинных людей разве это не идеальный результат работы? Скажете, жестко? Да. Но иначе спецназу нельзя. Каждый день это риск, опасность, непредсказуемость и обязательно подвиг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok